И снова здравствуйте! И сегодня мы будем говорить о том, в чем укладывать малыша спать, какая одежда ему для этого пригодится и что эта одежда из себя представляет. Итак, ребенок в любом случае будет спать у вас в многослойной одежде. Почему? Потому что мы не забываем о том, что первый слой в любом случае это подгузник. Ну, скорее всего, наверняка вы все-таки будете одевать подгузник на сон малыша уж точно. И поэтому в любом случае этот слой, то есть подгузник, уже будет создавать какое-то тепло. Поэтому, когда мы укладываем малыша спать, не забывайте, что один слой на нем уже есть. И не перегревайте ребенка зря. Вторым слоем может быть, например, распашонка и пеленка. Почему их удобно использовать вместе? Потому что, когда вы разденете ребенка и раскроете на нем пеленку, например, если ему стало вдруг жарко и вы видите, что он уже перегревается, мы можем развернуть пеленочку и он у нас тогда будет просто в распашонке. Либо можно использовать другим слоем, например, боди с ползунками или слипер. Что такое слипер, мы, кстати, разберем чуть-чуть попозже. И если совсем в комнате очень холодно, на ваш взгляд, можно одеть ребенку шапочку и перекрыть его пледом. Но, как говорят врачи-педиатры и другие специалисты, оптимальной температурой для сна новорожденного, особенно в ночное время, является температурный режим в районе от 16, представляете, для нас, для взрослых, это кажется совсем холод, до 20 градусов. И при 20 градусах ребенку достаточно спать в одном подгузнике, в хлопчатобумажном слипике, и никакие одеяла или что-то еще ему больше не понадобится. Поэтому следите, пожалуйста, за температурным режимом. Что такое пеленание и для чего нужны пеленки? Честно скажем, очень большое количество детей любят спать запеленутыми, потому что состояние, когда они находятся вот в таком немножко собранном положении, когда мы им собираем ручки, ножки, когда они чувствуют границу своего тела в пеленке, когда они не могут раскинуть ручками, это состояние, которое им напоминает внутриутробное состояние, и поэтому дети спят спокойнее, потому что они чувствуют себя в безопасности, прямо как у мамы в животе. Плюс это не дает им возможность будить себя тем самым рефлексом моров, скидыванием ручек, и они спят дольше и крепче. Поэтому многие родители выбирают запеленать ребенка для того, чтобы он лучше спал. Конечно, пеленать лучше на ночной сон, на дневной оставлять ребенка свободным, чтобы он все-таки умел уже, начинал уметь шевелить своими ручками и ножками. Для пеленания, конечно, лучше всего использовать муслин. Муслин отличается высокой воздухопроницаемостью и высокой степени гидрофильности и гидроскопичности. Что такое муслин? Муслин – это современная такая вот новая высокотехнологичная, я бы сказала, ткань, которая похожа на марлю. То есть, если мы посмотрим на просвет, мы увидим, как много в ней отверстий и насколько она воздухопроницаемая. Так как большая и, наверное, самый большой орган у ребенка – это кожа, и одна из функций этого органа – это дыхание, то мы должны об этом заботиться. Именно поэтому мы стараемся для новорожденного все ткани, все, что мы используем для малыша, следить, чтобы они пропускали воздух. Это же касается одежды и, конечно же, пеленок, в которые мы будем пеленать или укрывать малыша. Мы можем использовать муслиновые пеленки для очень многих случаев. Например, подогреть на полотенце сушители перед тем, как достать ребенка из ванны и укрыть его в качестве полотенца. Или прикрывать, например, для того, чтобы пойти на прогулку, и ребенку не светило солнышко или не лезли к нему какие-нибудь вредные мошкара и комары. То есть очень много случаев применения у одной муслиновой пеленки. Поэтому родителям мы рекомендуем не покупать очень много ненужных пеленок, а купить 2-3 хорошие качественные муслиновые пеленки. И как раз что такое слипер? Слипер, это идет от слова, а вот у меня на ребенке он есть, идет от слова sleep, то есть спать. Одежда, в которой ребенку удобно спать. Как раз в качестве, например, дневного сна это будет полноценная одежда малыша. Слипер, это некоторые мамы называют еще человечек, бензончик-человечек, который прикрывает ребенку ручки, ножки и чаще всего застегивается на удобные кнопочки спереди. Почему в них еще удобно спать малышу, особенно в тех слипиках, у которого есть возможность открывать и закрывать ножки? Например, потому что во время бодрствования мы можем открыть ножки малыша для того, чтобы мы могли их потрогать, погладить, сделать массажик, помассировать, поцеловать, подуть на них, согреть собственным дыханием и собственными руками, собственным теплом. Именно поэтому новорожденному ребенку не нужны носочки, потому что в любом случае, какие бы вы носочки ни выбрали, есть риск того, что они могут пережать своими резиночками, даже самыми не тугими ножки малыша. Если мы видим, что малыш у нас задремал и заснул, мы можем закрыть ножки вот таким образом. И когда ребенок у нас бодрствует, мы открываем ему ножки и общаемся с его ножками дальше. Именно таким образом мы сделаем такую вот поддержку термобаланса ребенку, когда он спит, чтобы ему не было прохладно, и когда он бодрствует, чтобы ему не было жарко. Следующий очень крутой девайс, который вам поможет усыпить малыша и сделать сон малыша крепким и более продолжительным, и это мешки для сна. Мы очень любим вот эту систему для сна, которая называется Love to Dream. Чем она удобна? Тем, что она имеет молнию, причем двухбугунковую. Мы можем положить сюда малыша в одном подгузнике и застегнуть. И когда ночью нужно поменять подгузник, мы просто открываем нижнюю молнию и меняем подгузник, не рискуя разбудить малыша. Плюс одно из положений, естественных положений ребенка во сне, это вот так вот подняв ручки. Это положение, которое тоже свидетельствует нам о том, что ребенок чувствует себя в полной безопасности, он полностью расслаблен, поднял ручки и спокойно заснул. Именно это положение и зафиксировано вот в этих вот замечательных мешочках. Видите, здесь есть поднятые ручки, которые малыш сюда и раскладывает. Ну и, конечно, если вы молодая и неопытная мама, ибо боитесь, что вы не справитесь с пеленанием в пеленку, то именно такое пеленание будет для вас самым простым. Вы справитесь за одну секунду, положили малыша и застегнули молнию. Обращаем ваше внимание, что они есть абсолютно разные, из разных типов ткани, и производители специально для молодых родителей пишут тоги, то есть температурный режим. Ориентируясь на эти тоги, вы сможете подбирать качество материала для того, чтобы ребенку было комфортно, и чтобы он и не перегрелся, и не переохладился. Ну и раз я расхваливала, какие замечательные муслиновые пеленки, то есть не менее замечательный муслиновый мешок для сна. Муслиновый мешок для сна замечательен тем, что он будет помогать ребенку в поддержке термобаланса. Ребенку в муслине не будет ни холодно, ни жарко. Вы будете уверены, что он не перегрелся и не переохладился. Здесь тоже удобная смена подгузника. Раскрываем нижнюю часть и спокойно меняем подгузник. Она сделана в виде маечки, мешок для сна сделан в виде маечки, то есть если вам кажется, что все-таки прохладно, можно использовать какую-нибудь дополнительную кофточку, например, бодик с длинным рукавом. Либо использовать в летнее время, в жару, как раз прямо так. Если нам все же нужно прикрыть чем-то малыша, то мы можем использовать одеяло и пледы. Но обращаем ваше внимание, что все это нужно использовать легкое и дышащее. Одеяло в нашем понимании, которые чем-то набиты и являются уже очень плотными, мы используем только после одного года жизни малыша. До этого времени мы используем тонкие дышащие пледы или одеяло. Для этого можно использовать вот такого плана пледик. Например, у меня плед бренда Elodie, он сделан из хлопка. И тоже, видите, он такой весь дырчатый, то есть он будет пропускать воздух. Можно использовать муслиновые пледы или муслиновые одеяльца. У некоторых производителей, например, у производителей кокона Зевушка, есть свои одеяла, которые идут в комплекте, либо которые вы можете приобрести отдельно для того, чтобы и в коконе ребенку тоже было комфортно и тепло. Дополнительные одеяла есть, например, у бренда Коконенни, которого тоже есть как более плотный, так и летний, легкий, дырчатый, специальный вот такой вот специальный одеяльце, которым вы можете прикрывать малыша. Когда ребенок уже постарше, всегда можно использовать уже традиционные, в нашем понимании, одеяльца, и ребенок будет рад использовать их тоже. И что такое первая одежда и из чего она состоит? Что такое слип? Ой, нет, что у нас сначала идет распашонка. Распашонка от слова распахиваться, то есть это кофточка, которая распахивается на малыше. Она бывает без завязочек, без кнопочек и без пуговичек, и бывает, например, с пуговичками и сбоку для того, чтобы мы могли зафиксировать на малыше. Что такое ползуночки? Ползуночки – это штанишки, которые чаще всего имеют закрытые ножки и вот таким образом одеваются на малыша. Что такое слипик? Как мы с вами тоже уже сегодня обсудили, это так называемый человечек. И, собственно, все, что вам понадобится в качестве первой одежды для малыша. Это подгузники и небольшой комплект одежды, который вы будете использовать. К этому комплекту одежды вам понадобятся две-три муслиновые пеленочки. Вот у меня как раз они сложены. И мешочек для сна, например, тоже самый муслиновый. Вот, собственно, и все, что вам понадобится для того, чтобы ухаживать за малышом в первые несколько дней. И мы желаем вам спокойных ночей, спокойных снов и всего хорошего.